МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных событиях жизни Брянского региона вы узнаете из нашей информационной программы в студии Марины Николаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация на контроле властей. Напомню, телефон круглосуточной горячей линии. 8 800 301 58 69 или 112. Сергей Калашников о ситуации, связанной с коронавирусом. Член Совета Федерации от Брянской области дал актуальное интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ». Брянская область одна из самых передовых в плане борьбы с коронавирусом. Нужно отдать должное губернатору и правительству Брянской области, которые достаточно оперативно уже в начале марта 2020 года предприняли самые такие серьезные шаги, прежде всего направленные на поддержку и развитие медицинской базы борьбы с коронавирусом. А вторым этапом стала поддержка промышленности Брянской области. Конечно, это колоссальный, ну скажем так, гнет на бюджет области. Область небогатая, только-только вышла из долгов с плохим наследством и понадобилось пять лет для того, чтобы ее привести в состояние одной из передовых. Но что сказать? Вот, например, Брянская область затратила около двух миллиардов. Из них один миллиард – это чисто бюджет Брянской области. Один миллиард – это помощь центральной власти. Очень важную работу провели с предпринимателями, с бизнесом Брянской области. И многие брянские предприятия взяли на себя, ну скажем так, дополнительные функции, связанные с обеспечением защиты от коронавируса. Причем, вы знаете, никакое доброе дело не остается безнаказанным. И многие предприятия, которые начинали как гуманитарная помощь, например, шить маски, шить специальные противочумные костюмы, сейчас начинают уже на этом и зарабатывать. Полностью обеспечив Брянскую область, они имеют возможность востребованную продукцию продавать, поставлять в другие области. Я же говорю, что хорошее дело, оно всегда вознаграждается. На сегодняшний день очень много проблем, связанных с обеспечением самоизоляции при условии раскрытия бизнеса в соответствии с установками данными Владимиру Владимировичу Путиным, президентом. И мы сейчас, конечно, решаем целый комплекс очень сложных взаимовязанных проблем. Единственное, что я могу сказать, что у нас в Брянской области мы нарастили достаточно хорошие дополнительные возможности, резервы. У нас в два-три раза по всем показателям мы обеспечены больше, чем предполагает норматив Минздрава. Это касается лекарств, это касается различных средств индивидуальной защиты, это касается больничных коек, аппаратов ИВЛ. Мы в этом плане одни из передовых. То есть у нас в этом плане все нормально, хотя Брянская область остается одной из тех, где достаточно высокий уровень заболевания. Что чувствуют люди, которые заразились коронавирусом? Как они проживают это? О чем думают? Мы связались с двумя пациентами. С тем, кто сейчас все еще борется с ковид-инфекцией и с теми, кто ее преодолел. О том, как произошло заражение, Ирина Сурина может только догадываться. Контактов с теми, кто приехал из-за границы, не было. С больными коронавирусом тоже. Но зато точно знает день, когда это произошло. 16 апреля. Когда я узнала, что у меня тест положительный, я была в обморочном состоянии. Приехала скорая, отвезли меня на КТ. КТ у меня не показало поражения легких, поэтому заставили домой. На домашнем карантине Ирина находится уже более 20 дней с момента первых симптомов. И пока не знает, когда это все закончится. Хотя мое течение считается легким, но я не могу сказать, что это какое-то легкое заболевание. Это изматывающее, страшное состояние. И только ты думаешь, что встал и можешь тут же упасть. Две недели я вообще не чувствую ни запаха, ни вкусов. Меня отдавало жаром, холодом, всем, чем можно. Другой человек, встретившийся лицом к лицу с коронавирусной инфекцией, Ксения Данилова. Поначалу она решила, простудилась. Но самолечение не помогло и очень скоро выяснилось, что это коронавирус. Ксению госпитализировали в областную больницу, где оказали максимальную помощь. Я в средней тяжести, но мне было очень плохо. Я задыхалась. И врачи, они контролировали, мне казалось, каждый час мыло состояние. Какие-то извинения, они тут же меняют какие-то препараты. Каждый день какие-то анализы проверяют, все время что-то делают. И медсестры просто вистозы. Насчет питания. Я дома так хорошо не питалась, как вы говорите, честное слово. Сейчас Ксению Данилову выписали, но последствия двухсторонней пневмонии не проходят быстро. Поэтому Ксения самоизолировалась на даче, вдали от людей и города, ближе к природе. Брянские медики делают все возможное, чтобы помочь подхватившим заразу. И благодаря врачам на сегодняшний день уже более 600 человек выздоровели. Среди соседей по ЦФО Брянщина движется по наиболее оптимистичному варианту развития событий. Свою роль в этом сыграли своевременный ввод режима самоизоляции, а также дезинфекция улиц, остановок и общественного транспорта. Но помните, что по большей части защита от коронавируса в наших руках. И чтобы избежать того, через что прошли герои нашего сюжета, мы в очередной раз напоминаем, носите маски и делайте это правильно. Постоянно дезинфицируйте руки, используйте перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. И если это возможно, оставайтесь дома. В Брянском областном онкологическом диспансере проведена полная дезинфекция. Это сделано по предписанию главного санитарного врача Брянской области в связи с выявлением коронавируса у некоторых пациентов этого лечебного учреждения. Как это сказалось на работе диспансера, рассказал главный врач Александр Маклашов. Это не значит, что мы перестали вообще работать. Те пациентов, которых мы действительно могли отправить без ущерба их здоровью домой, мы отправляли сразу. Тех, которых нужно было долечить, которые после операции, на химиотерапии, в других отделениях, они получали лечение до тех дней, когда можно было их тоже без всякого вреда для здоровья отпустить домой. Поэтому это заняло какое-то время. На сегодняшний день, вот сегодня мы заканчиваем полную дезинфекцию онкодиспансера. У нас, правда, находится еще несколько пациентов, но они, возможно, даже и останутся. Поликлиника онкодиспансера не закрывалась. Она, правда, работала в таком ограничительном режиме. Что это означает? Что те пациенты, которые направлялись с подозрением на онкологические заболевания, они обследовались у нас, проходили диагностику и так далее. Но в онкодиспансере очень много пациентов, которые идут с неонкологической патологией. Пациентов, которые идут повторные на контроль. Этих пациентов можно безболезненно, без ущерба их здоровья перенести на какое-то время попозже. Что мы и сделали. С 15 мая онкодиспансер возобновит работу в обычном режиме. Обедни панихидные сорокаустры. Коронавирус сильно повлиял на такие сферы жизни, которые раньше нам казались неизменными. Не осталась в стороне и православная церковь. Еще в конце марта патриарх Кирилл обратился к прихожанам с призывом не посещать храмы из-за COVID-19. Позднее до минимума сократили присутствие на богослужениях в честь одного из главных христианских праздников Пасхи. Как сейчас живет церковь, Татьяна Жукова пообщалась с настоятелем храма во имя Святой Троицы в поселке Бежище. Верующие понимают, что если есть угроза заражения, нужно держать расстояние, использовать средства защиты, дезинфицировать руки. Это предписано и в церковных циркулярах, и санитарно-эпидемиологической службой. Церковь все эти наказы соблюдает. Сейчас прихожан в храме очень мало. Поток людей снизился заметно еще до Пасхи. Отец Михаил, каково служить в пустом храме прихожан минимум? Именно ваше ощущение как священника? Конечно, это очень необычное ощущение. Тем более, что мы служим в такие праздничные дни, когда обычно бывает очень много людей. Но присутствие Божие, оно все равно ощущается. Дома оставаясь, люди открывают богослужебные тексты, которые многие, наверное, и не открывали никогда и не знали. В церквях сейчас нет массовых мероприятий. Приостановлена работа воскресных школ, дабы не подвергать опасности детей. Однако есть у священнослужителей и моральные обязательства. Церковные каноны не допускают отказ в исповеди, причастие. А просто помолиться, рассказывает отец Михаил, можно пока и дома. Мы знаем, что Господь все делает на благо человека. И вот это испытание, которое мы сейчас переживаем, тоже мы принимаем это как волю Божию и несем это как некое послушание. Церковь онлайн. Чтобы стать ближе к своим прихожанам, русская православная церковь осваивает новые технологии. Мы стали принимать удаленно записки о здравии, упокоении, другие, для служения панихид. Многие храмы освежили свои сайты для того, чтобы человек мог удаленно, через интернет, заказать требы. Сейчас церковь проводит своеобразный тест на любовь к ближнему. И выбор за нами. Или некоторое время побыть дома, не подвергая риску себя и других. Или... Татьяна Жукова, Денис Пашков. События. Брянск. Митрополит Брянский Исевский Александр отмечает свой 67-й день рождения. Митрополит Брянский Исевский Александр в миру Василия Александровича Агриков родился 13 мая 1953 года в поселке Трудфронт Астраханской области. Его христианский путь начался еще в детстве. В 6 лет после смерти матери переехал в Белгородскую область, где служил священником его отец. По профессии владыка – медик. Впервые настоятелем храма стал в 21 год. Это была церковь Рождества Христова в селе Масальское Ярославской области. Дальше служба в армии в Саратовской губернии, потом неизменная стезя священнослужителя. 13 июня 2013 года святейшим патриархом Кириллом возведен в сан митрополита. Александр награжден орденами преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Даниила Московского. Телеканал «Брянская губерния» сердечно поздравляет владыку с днем рождения и желает ему многих и благих лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодой боец совершил 113 прыжков с парашютом в тыл противника. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Служба в армии закончилась только спустя 5 лет после победы. Свои соболезнования родным и близким Сергея Панкова выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Человек-легенда, фронтовик, председатель областного совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Почетный гражданин Брянской области. Человек, награжденный заслуженными орденами и медалями. Его уважали, к его мнению прислушивались к нему, обращались за помощью и советом. И знали, поможет, подскажет и поддержит, написал Александр Богомаз на своей странице в сетях. Брянская губерния выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Панкова. Строительство дорожных магистралей активными оборотами продолжается не только в областном центре. В районах она также в самом разгаре. К километре дорог и обустройство тротуаров сотни строителей, столько же единиц техники ежедневно трудятся на объектах. Отсыпка земляного полотна продолжается на участке автомагистрали, которая соединит Володарские и Фокинские районы. На стройку уже завезли более 500 тысяч кубометров песка. Цифра приближается к общей сумме – 600 тысяч кубометров. Ежедневно вереницы самосвалов подвозят песок для дальнейшего послойного уплотнения. Все работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На финишной прямой дорожные работы на двух километрах дорог по улице Челюскинсов в поселке Большое Полпино. Мастера подрядной организации расширили дорожное полотно до 6,5 метров. Установлено и новое светодиодное оборудование, а также 14 остановочных комплексов. Продолжается и благоустройство городских территорий. 250 тысяч декоративных растений украсят областной центр. Вертикальные композиции и клумбы из бархатцев, бальзаминов и петуний появятся в городе уже к концу мая. Сотрудники дорожного управления вышли на борьбу с травой. Также они убирают песок и мусор с городских улиц. Для этого используют газонокосилки и более 30 триммеров. Траву уже скосили на площади более 400 тысяч квадратных метров. А подобные работы будут продолжаться весь летний сезон. Сотрудники дорожных служб трудятся и за пределами областного центра. Так, в Клинцах в текущем году отремонтируют более 35 километров дорог. Будет обустроен ряд тротуаров, а в некоторых местах заменят бордюрные камни. В Ширятина сейчас обновляют асфальт на улице Мира. Мария Сильвестрова для программы События. Емкость с веществом, похожим на ртуть, обнаружили в Иганическом лесу рядом с деревней Ореховичи. Предупредить разлив опасного для человека металла удалось благодаря слаженным действиям спасателей и полиции. Странный пакет в неглубокой яме посреди леса обнаружили полицейские. Они же организовали охрану подозрительной находки до приезда специалистов. Соответствующее сообщение сразу же поступило в службу спасения. Незамедлительно выехала, передвижая радиометрическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Пакет изъят и будет доставлен в специализированную организацию для утилизации. Извлекали и перевозили находку с саперской осторожностью. В свинцовом ящике и при полном антирадиционном обмундировании. Вес пакета оказался внушительным даже для двоих крепких мужчин. 29 килограммов. Ровно столько составил вес обнаруженной смертоносной находки. Опасения подтвердились. В пакете была ртуть. Разлив опасного для жизни и здоровья человека металла удалось предотвратить. Светлана Дробкова при содействии пресс-службы областного управления МЧС. Событие в Иганический район. Страшная авария со смертельным исходом произошла на седьмом километре автодороги Карачев-Пальцо. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103, двигаясь со стороны города Карачево в сторону поселка Пальцо, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля, а также 19-летний и 20-летние пассажиры скончались от полученных травм. Еще трое пассажиров 20, 22 и 19 лет с различными травмами госпитализированы. В настоящее время полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителя на момент ДТП определит медицинская экспертиза. Активность телефонных мошенников продолжает возрастать. На минувшей неделе обманутые жители Брянской области пополнили кошельки преступников более чем на 2,5 миллиона рублей. Представители службы безопасности банков, кем чаще всего представляются мошенники, до сих пор внушают доверие у наших граждан. Еще бы, они не только точно называют фамилию, имя, отчество собеседника, но и владеют другими персональными данными. О том, что действуют мошенники, я, конечно же, знала, но растерялась, не смогла даже собладать с собой. Какая у них была точная информация о том, сколько у меня находится денежных средств на моем сбережательном счете. За неделю жертвами телефонных мошенников стали более 30 человек. Способов отъема денег очень много. Однако нужно запомнить всего одно правило. Ни при каких условиях не сообщайте никому код подтверждения операции из СМС и код с обратной стороны карты. Реальные сотрудники банков у вас их никогда не спросят. В настоящее время полицейские уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество». На майских праздниках на территории Брянской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». По его итогам выявлено свыше 40 водителей с признаками опьянения, в том числе 12 в нетрезвом состоянии. 26 отказались от прохождения медицинского осветительствования. Трое сели за руль пьяными повторно и теперь им грозит уголовная ответственность. Необычный проект в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в социальных сетях артисты брянской драмы. Они обратились к творчеству нашего земляка, поэта-фронтовика, писателя Валентина Динабурского. Какой формат для этого был выбран, об этом в нашем сюжете. У меня на руках была повестка с предписанием 20 июня 1941 года «К 8 утра быть в военкомате». Но отец утверждал, что к обеду я уже буду дома и не пошел меня провожать. Мы с ним не попрощались даже. А мама меня провожала до платформы. Говорила, «Вот, сынок, ты улетаешь из родимого гнезда навсегда». Говорю, «Мам, ну что ты?» А у самого комок в горле. Так началась война для Валентина Давыдовича Динабурского, поэта, писателя, основателя и первого директора парка Толстого в Брянске. Но это в будущем, а тогда вагон поезда и путь в неизвестность. Кто-то догадался взглянуть на небо, кричат «Воздух!» А нам эта команда незнакома. Я в небо глянул, а его почти не видно. Летят юнгерсы, на них хорошо видны свастики и кресты. Для видеоспектакля были взяты материалы писателя, которые нельзя найти в сети интернет. Все на бумажных носителях, изданных несколько десятилетий назад. Воспоминания охватывают время от призыва в 41-м и до конца войны в 45-м. Он ушел на войну из Брянска и вернулся в Брянск. Исторические факты из первых уст. Черные трубочки называли посмертными паспортами. Их велели тут же заполнить и носить в левом кармане гимнастерки. Я попал в число невероятных счастливчиков, которые сумели пронести этот страшный сувенир сквозь все военные годы. Цикл рассказов звучит в исполнении молодого состава театра. Причем женская линия введена режиссером Марины Финогеновой как молитва, неведомая сила, помогающая выжить. Формат этот мы только-только осваиваем. Поняли, что на самом деле это все очень реально и доступно. А здесь, конечно же, главным образом нужно актерское ухо, которое слышит именно энергетический уровень партнера и подхватывает его. Четыре года мы ждали победы, и все же она пришла внезапно вот так. Вдруг задохнулись все победы, выплеснулись в неописуемой радости. Победа – жизнь. А что может быть естественнее проще, чем жить? Насладиться прекрасным слогом в исполнении профессиональных артистов можно на сайте Брянского театра драмы. Оксана Эсмерова, Игорь Венечук, События, Брянск. Это все новости к этому часу. Всему самого доброго и до встречи.